За окном уже середина холодной осени, а в Ленинск-Кузнецком террариуме под лампами с змеем, крокодилом и ящерицем тепло и уютно. Все обитатели террариума животные преимущественно тропические, в спячку не впадают. Единственный вид, кому природы заложен долгий сон, среднеазиатская черепаха. Шесть рептилий уже неделю ползают, как сонные мухи, а это значит, пора ложиться спать. Они уже начинают быть пассивными, закрытые глазки, то есть они сами уже готовятся к тому, что укладываются спать в более прохладное место. Мы их убираем в коробочки, в сено и при температуре плюс 5 они зимуют. Вы им помогаете засыпать? Конечно. Перед спячкой мы их усиленно кормим, то есть это обязательно белковый корм, сырое мясо, даже рыбку немножко подмешиваем в корм. И буквально за 10-15 дней до сна уже все кормить перестаем. Среднеазиатские черепашки террариума – бывшие домашние питомцы. Всем им досталось от своих хозяев. Одну ребенок пытался распилить лобзиком, другую вообще скинули с балкона. Всех животных выходили, и теперь сотрудники стараются создать для своих питомцев максимально естественные условия. Наверное, поэтому все они дожили до преклонного возраста, чему, кстати, способствует и долгая спячка. Половине рептилий уже более 20 лет. Одним из первых уходит в дрему глава черепашьего семейства Баба. Ему уже около 30 лет, и механизм спячки у него полностью отработал. Мы только немножко его потревожили, но через пару недель он уснет. Сколько снов за полгода приснится черепашкам, сотрудники террариума угадывать не берутся. А вот то, что спячка пойдет животным на пользу, знают наверняка. Долгим и здоровым сном черепашки проспят примерно до середины апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова